Итак, здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас понедельник, 10 декабря, начинаем мы новую торговую неделю и давайте с вами посмотрим на график пары евро-доллар. Видим, что в пятницу выходили у нас очень важные фундаментальные данные. Прежде всего это был отчет по рынку труда в США. В США ожидалось, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в ноябре этого года в США вырастет на 198 тысяч, но рост на 155 тысяч привел к ослаблению американского доллара. Об этом неоднократно указывалось во многих прогнозах, что привело к укреплению евро и обновлению недельных максимумов. Видим, что сегодня на азиатской сессии состоялся у нас и пробой крупного уровня сопротивления 1,1415, выше которого не могли бы никак закрепиться на прошлой неделе. И видим, что восходящий тренд по европейской валюте сохраняется. Что касается самого уровня безработицы, то он остался в США на уровне 3,7%. Но более важная информация это то, что глава христианско-демократического союза Ангела Меркель покинула свой пост, ушла в отставку. И видим, что в целом никакого серьезного давления на евро эти новости не оказали. Уже на этих выходных новой главой стала Ангрет Крамп. И прежде всего в своем первом интервью она заявила о изменениях в миграционной политике, что, как ожидается, может укрепить ее позиции на этом посту. Что касается технической картины и сегодняшних экономических данных, то в первой половине дня покупателям необходим прорыв закрепления выше диапазона 1,1444. Что приведет к более крупной восходящей тенденции. Это уже обновление максимумов на 1,1471. И дальше мы выходим на новое сопротивление 1,1498, где рекомендую фиксировать прибыль и открывать короткие позиции по евро сразу на сколько. В случае формирования ложного пробоя сегодня в первой половине дня на диапазоне 1,1444 с возвратом по нему вполне вероятно нисходящая коррекция к первому уровню покупок. Это 1,1414, 1,1410. Но сюда, я думаю, потянется и 30-дневная средняя скользящая. Поэтому здесь можно смотреть длинные позиции по евро сразу на сколько. Как минимум с коррекцией 20-25 пунктов. Я думаю, этот диапазон произойдет. Но более дальней целью медведей будет диапазон поддержки 1,1388. И здесь рекомендую покупать европейскую валюту сразу на сколько. Что касается фундаментальных данных, то в первой половине дня все будет сосредоточено на сальдо баланса внешней торговли по Германии, объем промышленного производства в Италии и серьезный отчет по изменению объема ВВП в Великобритании. Замедление либо отсутствие вообще какого-либо роста может оказать серьезное давление на британский фунт, что приведет к его снижению. Но не думаю, что эти данные будут серьезно восприняты рынком, так как завтра состоится голосование, очень важное голосование, наверное, ключевое в этом году по Brexit. И будет уже известно, как экономика Великобритании будет идти в каком направлении и реакция, соответственно, британского фунта. Либо резкое падение, очень крупно процентов на 15, либо рост примерно на 5-7 процентов от текущей стоимости. Во второй половине дня у нас важные данные не выходят. Единственное, что обратить можно на уровень вакансий и рабочей силы от Бюро статистики труда США. Что касается технической картины британского фунта, здесь мы видим, как бы в первую половину дня может привести изменение отчет по ВВП. Закрепление выше 27.52 придет к коррекции на 27.88 и 28.33. Но еще раз обращу внимание, что все внимание к Brexit, возможно, какой-то инсайт, слив информации из парламента приведет к всплеску крупной волатильности. Если мы выше 27.52 не закрепляемся и уходим под этот уровень, то, возможно, нисходящая тенденция, прорыв 27.02 приведет к падению на 26.57, 26.15 и 25.69 соответственно. Продолжение следует...